Добрый день, уважаемые коллеги! Ну, разрешите, во-первых, поздравить вас с наступившим новым учебным годом. И сегодня наш вебинар как раз будет и посвящен организации, особенностям курса русского языка в начальной школе. Я уверена, что на нашем вебинаре сегодня присутствуют учителя, которые уже работают в системе развивающего обучения или по учебно-методическим комплектам Владимира Владимировича Репкина и его коллег, или по нашему учебно-методическому комплекту. Учителя, которые в этом году впервые взяли на себя такую ответственность познакомиться с новой программой и начали работать с новым букварем, учебником для курса обучения грамоте. И есть те учителя, которые работают совершенно по другим программам, не имеющим отношения ни к системе развивающего обучения Ильхонина Давыдова, ни к системе развивающего обучения Занкова. Но они хотят узнать, а в чем же отличие этих программ? Я, конечно, за короткий промежуток времени не могу ответить на все ваши вопросы, с которыми вы пришли, но буду стараться. Хочу сказать, что презентация очень и очень подробная, поэтому кроме нашего сегодняшнего вебинара, кроме моего рассказа об особенностях программы, у вас есть возможность и будет возможность в дальнейшем познакомиться с этой подробной презентацией. Итак, коллеги, начинаем. Ну, во-первых, не нужно далеко ходить. Понятно, что все программы по русскому языку для начальной школы, они соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования. Но, нужно сказать, что соответствуют в разные степени. Сейчас много программ, учебно-методических комплектов для начальной школы, но только некоторые из них, подчеркиваю, некоторые из них полностью соответствуют стандарту. И среди этих некоторых программа развивающего обучение Ильконина Давыдова. Ну, вы знаете, что главное, о чем говорится в образовательном стандарте, это говорится о подходе, системной деятельности, подходе к обучению. Вот как раз и наша программа подчинена этим требованиям. Все остальные требования государственного стандарта вытекают из системно-деятельностного подхода. Вы, конечно, знаете, что это такое. Но давайте восстановим в памяти, что основная цель системно-деятельностного подхода и основной результат – это, конечно же, воспитание личности ребёнка. А воспитывается личность ребёнка на основе усвоения универсальных учебных действий. В свою очередь, универсальные учебные действия могут быть усвоены, сформированы только в процессе учебной деятельности. Помните, что такое учебная деятельность? Ну, давайте напомним. Эта деятельность направлена на обладение общими способами предметных и познавательных действий, обобщёнными теоретическими знаниями. То есть в учебной деятельности учащихся формируются теоретические знания за счёт формирования системы теоретических понятий того или иного предмета. И только в учебной деятельности ребёнок может стать её субъектом, о чём говорится в федеральном образовательном стандарте. Говоря об учебной деятельности, хочется напомнить вам и структуру учебной деятельности. Во-первых, это постановка задачи. Это самое важное. Потому что если задача поставлена, если задачу приняли учащиеся, то дальнейший анализ уже не будет вызывать особых трудностей. Потому что дети, у них возникла задача для того, чтобы решить учебную задачу, надо определить условия. А учебная задача возникает там и только тогда, где способ, который раньше был у ребёнка сформирован. Например, допустим, они проверяли орфограммы путём изменения слов с непроизводной основой. В данном конкретном случае не работает. Вода, воды они проверяли. Земля, земли. Изменяли по числу. Изменяли по падежу. То есть я связываю с другими словами. Вдруг осень, осень никак не изменяясь, слово не получается. И предлагается слово осенний. Но это же не тот способ. Это же не форма слова. Значит, надо искать другой способ. А для того, чтобы найти другой способ, что нужно сделать? Проанализировать условия. Те же условия или нет? Оказывается, не те же условия. Оказывается, что основы разные, но в основах есть общая часть. Да? Таким образом, дети выходят на понятие, теоретическое понятие о родственных словах. А дальше моделируют вот эти отношения между родственными словами. И только потом вводится термин. Дальше строится система частных задач. Да, и наблюдают, что есть общая часть. Система частных задач. Понятно, что эти частные задачи будут решаться с помощью модели, которую дети составили сами. А дальше, опять-таки, с помощью модели производится контроль за исполнением предыдущих действий. Оценка усвоения общего способа. Оценка и оценка границ данного способа. Вот они научились проверять орфограммы в корне слова. Да, в корне слова. Но в основе слова есть и другие части. Да? Значит, дети уже планируют изучение орфографии дальше. Решение орфографических задач далее. Поэтому от того, поставлена ли учебная задача, принята ли учебная задача, является эта задача собственностью учащихся, или эта задача внесена учителем. И не все дети, как показывает опыт, 30-25% детей не принимают учебную задачу. Вы увидели, что от постановки учебной задачи, от принятия этой учебной задачи, дальше зависит всё. Таким образом формируется учебная деятельность. Итак, мы сказали, что наша программа – программа формирования учебной деятельности учащихся. В чём же особенности программы? Ну, главная задача – это освоение учащихся обобщенных способов действия. Именно обобщенных способов действия. Вспомните орфографию. Все вы, наверняка, но большинство из вас, наверное, есть выпускники педвузов этого года, но большинство из вас работало по традиционной программе. И по классике традиционной программы – это учебник Рамзаевой для начальной школы по русскому языку. И вы помните, сколько орфографических правил есть в этих учебниках у Рамзаевой, в других учебниках, по которым вам приходилось работать. Масса правил, а оказывается, есть один закон. Поэтому большой круг частных, допустим, орфографических задач решается за более короткий срок, потому что не нужно заучивать правила и закон, что обозначается в буквы на письме. Об этом мы поговорим ниже. Изменение предметного содержания. Обучение проводится в рамках обычных школьных программ, но на другом качестве. Что это значит? В ГОСАМ представлена программа. Все лингвистические темы этой программы включены в нашу программу. Но последовательность изучения иная. Содержание обучения тоже иное. То есть уровень совершенно другой. Почему? Я объясню это ниже. И в основу изучаемого предмета положено, как русский язык, так и математика, так и другие предметы, положена система научных понятий. Что значит система научных понятий? Ну, понятно, что называется слово «система», да? Русский язык изучается в системе. И одно понятие вытекает из другого понятия. Само слово «понятие». Я понимаю, что это такое. Я понимаю, как это функционирует. Я понимаю, как с этим работать. Я открываю учебник. Рамзай, в других учебниках у меня нет, просто я их не видела. Но уверена, что в других учебниках... Как я читала в учебнике Иванова, там тоже примерное определение. В общем, я хочу показать, что... Что понятие зачастую подменяется словесной формулировкой. Вот смотрите, какая интересная формулировка... Родственных слов. Читаю. Слова, которые имеют общую, в скобках, одинаковую часть и общее значение, называются родственными. И даны примеры. Море – моряк. Слово – словарь. А я еще один пример приведу. Лесник и садовник. Вы будете смеяться, да? И, конечно, смеетесь. Но почему? Смотрите, я основываюсь на формулировке. Слова, которые имеют общую часть. Общая часть какая? Ник. И общее значение. Значение какое? Указание на профессию человека. Значит, они родственные. Вот видите, подменяется словесной формулировкой понятие. Понятие, но не раскрывается в словесной формулировке оно. Почему же дети? Да, и дальше общая часть родственных слов называется корнем. Поэтому родственные слова называют еще и однокоременными. Да? Почему же дети определяют корнем в словах? Вот море, моряк, слово, словарь. И в других словах. И в программе написано. Простые случаи. А что значит простые случаи? Это там случаи, где есть корни синонимы, допустим. Есть корни аммонимы. Или исторические корни. Если ребенок не понимает, как с этим работать. Если у ребенка не сформированы способы работы. Нахождение корня слова. Если не сформировано понятие, о каких способах действия можно говорить. Идем дальше. В чем еще заключаются особенности программы? В программе представлены линейные курсы русского языка. В традиционной программе концентрические курсы русского языка. Ну, допустим, в части речи. Я сейчас не знаю, может что-то изменилось. Но раньше в первом классе части речи. Слова, называющие предметы, отвечающие на вопрос кто что. Слова во втором классе. Да, слова, называющие признаки предмета, отвечающие на вопрос. Слова, называющие действия предметов, отвечающие на вопрос. Во втором классе. Слова, называющие предметы. И отвечающие на вопрос. Живые предметы. Ой, нет. Слова, называющие животных и людей, отвечающие на вопрос кто. И слова, называющие, отвечают на вопрос «кто?», слова, называющие предметы, вещи, явления природы и так далее, отвечают на вопрос «что?». Всё это имена существительные. Понимаете, вот опять не формируются понятия частях речи. Да, но мы давайте насчет линейного курса закончим. Это во втором классе. В третьем классе отдельно рассматривается имя существительное, его грамматические значения, имя прилагательное, глагол. В четвёртом классе опять части речи. Скажите, пожалуйста, в каком классе ребёнок скажет «боже, опять части речи?» В каком классе у ребёнка создаётся впечатление, что он уже знает части речи? У нас же линейный курс русского языка. Не буду сейчас на этом останавливаться. Когда будем рассматривать конкретно программу, тогда я вам вернусь к этому. Отказ от традиционного репродуктивного способа обучения и перехода к деятельности педагогики, в которой ключевой компетентностью является наличие у учащихся основ теоретического мышления. За счёт чего формируются основы теоретического мышления? За счёт формирования теоретических понятий. ничего не вводится в готовом виде. Дети анализируют, сравнивают, делают вывод, и только тогда вывод выводит ребёнка на теоретическое понятие. Естественно, наша программа рассчитана на различные, на другой тип деятельности. Это коллективно распределённый тип деятельности. Ну, во-первых, между учителем и учащимся, между учителем и отдельным учеником, и самое главное, между учащимися. Дети учатся совместно решать поставленную задачу. Дети учатся высказывать свою точку зрения. Ну, представляете, зачем ребёнку работать в паре, в группе? Разные дети есть, да? Некоторые дети правильно думают, но боятся высказать свою точку зрения, немножко зажаты. А при работе в группе, при работе в паре, они раскрываются. И это очень важно. При работе, при коллективно распределённой деятельности ребёнок не стесняется высказать свою точку зрения. И учитель должен поддерживать любую точку зрения. И правильно, и неправильно. Я очень часто бываю на уроках и в традиционной школе, и в классах развивающего обучения. И вижу, как учитель относится к ответам учащихся. Задал многие учителя, я не говорю, что все. Многие, многие, к сожалению, не некоторые. Задали вопрос ученикам. И следуют ответы. Садись. Второго ученика вызывает «садись». Третьего ученика вызывает «молодец». Что означает «садись»? А «садись» означает, что неправильно, правда? «Молодец». И всё. Никакого анализа, ничего нет. То есть учитель выступает, учитель оценивает знание ребёнка, оценивает ответ ребёнка, правильный он или неправильный. Но неправильный ответ тоже может привести к правильному ответу. Я была как-то на уроке развивающего обучения во втором классе, где формировалось понятие об окончании и основе. И дети никак не могли решить задачу по поводу окончания. Я уже подробности не помню. Учитель вызывал разных детей. Выяснялось, что нет, это суждение не подходит. И это суждение не подходит. Почему оно не подходит? Задача никак не решалась. И уже близится конец урока, а задача не решена. И тут один ученик, довольно слабенький ученик, высказывает свою точку зрения. Она не решает задачу. Но буквально через минуту задача была решена. И когда учительница в конце урока проводила рефлексы, вот чем запомнился урок, какая задача стояла, решили мы эту задачу или нет, а благодаря кому мы решили эту задачу, оказывается, благодаря вот этому ученику, который дал неправильный ответ, он подтолкнул нас всех к правильному решению задачи. И тогда учительница вызывает этого ученика к доске, обнимает его, не спрашивает учеников, скажите, пожалуйста, кто заслуживает на уроке самой высокой оценки. Оказывается, тот ученик, который ответил неправильно. Поэтому каждый ответ должен анализироваться. Почему он ответил так? Да что он не учел? Организация совместной творческой деятельности по самостоятельному усвоению знаний. Но это опять-таки имеет отношение к совместной работе учащихся, к совместному творчеству и на уроках, и за пределами школы. И открытие в детях потенциальных, интеллектуальных и личностных особенностей. Действительно, такая программа, которая формирует учебную деятельность, которая формирует учебные, универсальные учебные деятельности, раскрывает каждого ребенка. У ребенка есть возможность раскрыться. Ну а теперь основное содержание программы. Ну вы уже знаете, можете сказать, что основное содержание – это усвоение системы теоретических понятий. Но не всех теоретических понятий основное содержание, а только тех понятий, которые раскрывают фонематический принцип русского письма. Напоминаю, согласно фонематическому принципу русского письма, буква обозначается фонема. Что такое фонема? Это звук по его сильной позиции в той же значимой части слова, то есть морфеме. Ни термин фонема, ни термин морфема, в отличие от параллельной программы Владимира Владимировича Лепкина, мы не вводим. Вы скажете, а как же вы вводите понятие фонема? А понятие вводим. Что такое фонема? Звук по сильной позиции. Для того, чтобы усвоить понятие, овладеть понятием фонемы, надо пронаблюдать, что звуки в одном и том же слое, но в разных его формах позиционно чередуются. Может звук в сильной позиции быть и в слабой позиции. Вот эти позиционно чередующиеся звуки в одной и той же морфеме и называются фонемой. Но мы не называем. Вот есть позиционное чередование, есть звук в сильной позиции, есть звук в слабой позиции. И учим определять звук в сильной позиции для того, чтобы проверить ту или иную орфограмму слабой позиции. В той же значимой слове. Морфема, термин не вводим тоже. А значимая часть слова. Почему значимая? Потому что имеет свое значение. Мы с вами. Лесник, садовник указывает, суффикс указывает на профессию человека. Корень указывает на то-то. Приставка указывает, допустим, на приближение, присоединение, высокую степень качества. И так далее. То есть имеет определенное значение. Из этих значений морфем, то есть значимых частей слова, и состоит основа, которая является носителем лексического значения слова. Когда все вы закончили высшее учебное заведение и в курсе современного русского языка, вам читали фонетику, орфографию, все разделы лингвистики. И при изучении орфографии, я уверена, вы рассматривали, независимо от того, в каком вузе вы учились, или в педвузе, или на филологическом отделении, отделении, или в педвузе, на отделении русского языка, а не начальных классов. Все вы изучали принципы русской орфографии. Вам читали лекции, рассказывали, что существуют две лингвистические школы. Ленинградская, Московская лингвистическая школа. И что вот эти школы стоят иногда на разных позициях. В частности, касательно принципов русской орфографии. Ленинградская школа пропагандирует, ну, не пропагандирует, это нехорошо сказано. Ленинградская школа считает, что основным принципом русской орфографии является морфологическая. Московская, она так и называется, фонологическая школа считает, что основным принципом русского письма является фономатический. Давайте разберемся в этом, потому что в основу ведь программы положено формирование орфографического действия на основе фономатического принципа письма. Для того, чтобы понять это, надо понять, что такое фономатический принцип письма и чем он отличается от морфологического принципа письма. Все учебники, я не знаю, как гармония сейчас, потому что мы раньше работали с Соловейчик, Мариной Сергеевной, может, у них в программе тоже фономатический принцип письма. Вот наша программа, программа Владимира Владимировича Оребкина основана именно на этом. Давайте разбираться. Что такое морфологический принцип письма? Все остальные программы для начальной школы, да, и для основной школы, программы по орфографии основаны на морфологическом принципе письма. Что такое морфологический принцип письма? Это единообразное написание морфем, независимо от их произношения. Вот, например, корень слова «дом», да, пишется всегда одинаково. Хотя произносится по-разному «дом», «домашний», ну здесь вообще опалатка, да, должна быть, домашний, первый предударный слог, домовой, второй предударный слог, редуцированный, тоже и с приставкой, тоже и с суффиксом. Вот приставка «от», допустим, отрез в слабой позиции, да, дальше произносится «а», отпуск произносится, вот отпуск так и произносится, отбой, «д» произносится в слабой позиции, а пишется всегда приставка «о». В чём же отличие фонематического принципа письма от морфологического? Отличие заключается в том, что он является объяснительным к морфологическому. Он доказывает, рассказывает, почему морфемы пишутся единообразно. Потому что он основан на обозначении фонем одними и теми же буквами, независимо от того, как бы они ни звучали в том или ином слове, да, в фонетическом положении, под ударением гласным, без ударения, в какой позиции по отношению к гласному ударному, в пре-позиции, в пост-позиции, какая-то второй степень, первая степень и так далее. Вот, смотрите, «дом», «домашний», звук в слабой позиции гласных, гласный, да, как буквой обозначается «о», почему «о», фонематический принцип письма даёт нам ответ на этот вопрос, потому что проверка «дом», слабый звук пишется по сильной позиции и так далее. Поэтому и морфема, поскольку содержит одни и те же фонемы, пишется одинаково. Вот и всё, вот и вся сложность. Почему взят за основу фонематический принцип письма? А взят он за основу потому, что, ну, в начальной школе очень важно сформировать орфографическое действие, да? Вот сформировать орфографическое действие, если берётся за основу фонематический принцип письма, можно на самых первых этапах обучения. Вот фонематический принцип письма позволяет формировать орфографическое действие. Что значит формировать орфографическое действие? Уметь ставить орфографические задачи. То есть на слух определять звуки в слабой позиции. Да, ну и орфографические задачи, связанные с сильными позициями. Определение типа орфограмм. Определение способа решения пропущено. Определение способа решения задачи в зависимости от типа орфограмм. И решение задачи в соответствии с обнаруженным способом. Это происходит всё на первых этапах обучения. В начале второго класса. Задается обобщенный способ. Задается основное правило русской орфографии. И затем формируется орфографическое действие. Все этапы орфографического действия. Я уже говорила об этом. Устанавливается... Коллеги, вот вы сейчас пишите вопросы. Пожалуйста, я, если успею, в конце отвечу на вопросы. Сейчас не буду отвечать на вопросы. А в конце попытаюсь ответить. Если я не успею ответить. У нас час, а не полтора, как всегда. А времени, материала очень много ещё. Поэтому я отвечу на своей страничке на сайте Венома. Договорились. Значит, фономатический принцип письма можно задавать на самых первых этапах обучения, когда нет ещё понятия о родственных словах. Мы можем проверять родственным словом «дом», когда понятие о родственных словах и о корне слова сформировано. А здесь мы можем проверять до этого, как мы с вами рассмотрим, когда будем рассматривать программу по каждому классу. И этот фономатический принцип письма позволяет раскрыть систему лингвистических понятий. Вот, к примеру, дети научились ставить орфографические задачи, появляется письмо с пропусками орфограмм слабых позиций. Это очень важно. Это формирует орфографическую зоркость. Это дети видят, где нужно проверить орфограмму. Для учеников начальной школы орфографическая слепота это очень распространённое явление. Дети увидели, что звуки меняются в одном и том же слове. Да? Вода – воды. Поменялся звук. А коза – козы. Слово-то одно и то же. Звуки меняются. Что заставляет звуки меняться? Позиция. Там под ударением, здесь не под ударением. Значит, возникает необходимость формирования понятия, понятия, а сильная и слабая позиция. Когда я спрашиваю учеников, а что такое, вот как вы понимаете, что такое сильная позиция? Они мне говорят, это гласное под ударением. А слабая позиция? Это гласное без ударения. Нет, коллеги дорогие. Это признаки сильных и слабых позиций для гласных. Но не понятия сильной и слабой позиции. Понятие – нечто другое. Сильная позиция – это позиция, в которой бывает любой звук. Любой звук. А слабая позиция – это в этой позиции может быть… В этой позиции не бывает гласных «о» и «э». В этой позиции на конце слова в русском языке не бывает звонких согласных. Перед глухим не бывает… Звонких парных согласных. Перед глухим тоже не бывает звонких парных согласных. А перед звонким глухих парных согласных. Перед звонким парным. Дальше, то есть установить связи между отдельными системами лингвистических понятий, открыть на первых этапах, да, понятие сильной и слабой позиции выводит на способы обозначения звука, на основной закон письма, основной закон выводит на общее правило русской орфографии, и не надо знать там правила 1, 2, 35 и 72. Это не нужно. 90 с лишним процентов написаний соответствует основному закону русского письма, буквой обозначается фанема по её сильной позиции. Так происходит и в корнях, так происходит и в суффиксах, и в префиксах, и в окончаниях. По сильной позиции, да, есть исключения, да, есть исторические написания, но их немного. Раскрыть систему лингвистических понятий. Вот видите, понятия сильной и слабой позиции выводят нас на понятия в основы и окончания, потому что мы наблюдаем чередование в основе слова, да. Основа является носителем лексического значения слова, да. Научились проверять в непроизводной основе. Что такое непроизводная основа? Напоминаю, это основа равная корну. Дальше не проверяется изменением слова. Значит, что нужно? Нужно сформировать, проанализировать условия. И обнаружить общую часть с общим значением, основным значением, да. Значит, выводят на какое понятие? На родственные слова. Родственные слова выводят на понятие, коми слова. Дальше. Дальше что происходит? А дальше происходит то, что в корнях научились. Ну, простите, в основе же есть и другие части. Значит, мы или нет разбираемся, учимся определять эти части, вводим их названия, а затем наблюдаем. А соответствует ли основному закону письма? Точно так же, как в корнях? Да. И суффиксы так пишутся, и префиксы так пишутся. А как бы с окончаниями? Ведь основа – это лексическое значение. А окончание? Окончание уже… Это уже на свече грамматического значения вводится. Понятие о грамматическом значении. Какие бывают грамматические значения? Понятие о грамматических значениях выводит нас на части речи. Нам же надо знать, как работает окончание. Для того, чтобы привязать эту программу в корне, мы узнали, что это такое. Для того, чтобы префиксы, мы узнали, что это такое, и его работа. Для чего нужен префикс. И суффикс тоже сам. Так же и закончание. А для чего нужно окончание? Для связи слов в предложении. Значит, работаем с окончанием, выясняем грамматические значения и формируем представление о частях речи. Да, в связи с работой окончания. Дальше проверяем в существительных, прилагательных, глаголах. А дальше окончание выводит нас на что? Как изменяются слова? Для чего изменяются окончания слов? Для связи слов. Для... Не по числу, один много. И для связи слов между словами. Где? В предложении. Поэтому совершенно логично возникает задача анализа связи слов в предложении и смыслового, и грамматического анализа связи слов в предложении. И дальше рассматриваются предложения и лингвистические понятия, связанные с предложением. Вот, допустим, ну, в традиционной школе как? Дети. Как ставятся задачи? Дети. Приходит учитель и говорит. Сегодня мы будем... Сообщение темы улока обязательно. Сегодня мы будем с вами изучать тему корень слова. Или какую-то другую тему. Корень слова. Хотите узнать, что такое корень слова? Хотим. Хорошо. Вот давайте узнавать. Кто-то хочет, кто-то крикнул вместе со всеми. У детей потребности изучать корень слова «сегодня»? Ну, нет. Почему сегодня? Почему мы неделю назад не изучали эту тему? Или через неделю или не изучали? У детей не было потребности. Возникает потребность только тогда, когда у детей возникает задача. Повторяю, задача возникает там и только тогда, когда тот способ, которым дети обладели раньше, в данном конкретном случае не работает. Поэтому наши последующие семинары будут посвящены именно структуре учебной деятельности. И мы будем рассматривать с каждого в отдельности урок постановки задач, урок анализа. Надо сказать, что урок в развивающем обучении это не временный рамки. Это акт учебной деятельности. Ну, и фонематический принцип письма позволяет выстроить программу как систему учебных задач. Об этом я уже говорил. Что предусмотрено про понятия кратко? Усвоение системы основных теоретических понятий, осознание закономерности и русской орфографии, обладение общим способом, обучение слушанию и искусству устной и письменной речи, обладение умением выбирать языковые средства языка с учетом условий, особенностей и адресата общения, а также оценивать соответствие использованных нормам русского литературного языка. Ну, и естественно, когда ребенок сам анализирует процессы языковые, сам формулирует выводы и только потом сравнивает выводы с теми, которые даны в учебнике, там, где дается словесная формулировка понятия. Когда ребенок, анализируя задания, упражнения учебника, выполняя задания учебника, сталкивается с рубрикой «В копилку твоих знаний», где дается очень интересное сведение о языке, о этимологии разных слов. Ведь ребенок очень интересуется в начальной школе, а почему стол называется столом? Да? А почему вот это так называется? Откуда возникло это задание? Вот такие сведения даются в рубрике «В копилку твоих знаний». Конечно, формируется, тогда формируется познавательный интерес к языку. Вот если ознакомиться с опросами учащихся, какие приметы больше всего нравятся? Математика. А вы задумывались, почему математика? Да потому что там нужно анализировать, там нужно считать, там нужно работать. А русский язык? Вот я недавно просматривала презентации и уроки, которые предлагают в интернете. В начальной школе урок-лекция. Ну, какой-то урок. Так, дальше двигаемся. Ну, основные содержательные линии, основы и лингвистические знания, я уже говорил, все разделы языка, которые есть в госстандарте, всё здесь представлено. График, орфография и пунктуация обязательно. И развитие речи. Вот с этой точки зрения мы и рассмотрим программы для каждого класса. А времени у нас осталось очень и очень мало. Но поскольку в программах это всё есть, вот презентация это есть, я не очень расстраиваюсь по этому поводу. Значит, обучение грамоте. Первый класс. Но обучение грамоте осуществляется по следующим взаимосвязанным направлениям. Учащиеся знакомятся с основными единицами языка. Их функция речи. А какие это единицы языка? Слово и предложение. Но прежде чем сформировать представление о единицах языка, надо выяснить, из чего делаются слова. Значит, сформируются способы звукового анализа. Именно способы звукового анализа. Формируются также способы определения слога и способы определения ударного слога. Формируются действия чтения и действия письма в соответствии со слоговым принципом русской графики. Действия чтения. Что такое слоговой принцип русской графики? Напомните? Единицей чтения и единицей письма является слог. Обозначение звука буквами зависит от его местоположения, позиции в слове. В основе механизма чтения лежит опора на букву гласного. Видишь букву А, читаешь мама. Видишь букву Я, читаешь мята. То есть предыдущий слог читаешь или мягко, звук согласный произносишь или мягко, или твёрто. Процесс письма – это обратный процесс. Ориентация идёт на качество согласного звука. Слышишь мягкие согласные – выбирай букву А, О, У, Э. Слышишь мягкие согласные – выбирай букву Я, Ё, Ю и так далее. Вы видите, эти процессы взаимосвязаны. Поэтому, в отличие от традиционной программы, действия чтения и письма формируются одновременно. Одновременно, а не параллельно, как это принято в традиционной программе. На этапе обучения грамоте, естественно, формируются каллиграфические навыки, как везде. Формируется орфографическая зодкость. Вводится понятие об орфограмме. И опять-таки сам термин орфограммы в первом классе не вводится. Вводится во втором, на этапе обучения грамоте не вводится. Вводится на этапе обобщения и систематизации. Потому что маленькие дети, им трудно сказать слово орфограмма. И альфограмма или еще как-то, ну они очень ковергают это слово, поэтому термин не вводится. Трудное место для письма. А когда оно бывает трудно? Когда букву однозначно, по слуху, не определишь. Да? Или когда возникает выбор буквы. Напишешь слово «жил» с буквой «и», прочитаешь «жил». Напишешь с буквой «и», тоже прочитаешь «жил». И прочитаешь «жил». Почему с «и» прочитаешь «жил»? Да потому что нет мягкой породы уже. Таким образом, дети изучают орфограммы. Гласные после шипящих «и», «с», орфограммы «чк», «чн», «чт». Да, вот эти сочетания. И разделительные, и твердые знаки. Ну и, естественно, огромное внимание уделяется при изучении всех разделов культуре ичевого поведения и начальному литературно-эстетическому развитию учащихся. Ну, как и в других программах обучения грамоте, существует три периода – добуквенный, буквенный и послебуквенный период. Я рассказала, чем буквенный период. Вы уже из моего рассказа можете сделать вывод, что, во-первых, звуковой анализ занимает большую часть добуквенного периода, как бы является основным. Во-вторых, формируются способы звукового анализа. А вот что касается буквенного периода, то здесь буквы, в отличие от других программ по русскому языку для начальной школы, вводятся в другой последовательности, потому что здесь специальное введение букв. Сначала буквы гласных после твердых и мягких согласных, понятно ничего для владения слоговым принципом графики. Потом буквы сонорных, которые не изменяются, да, не чередуются ничем. А потом буквы, парные по мягкости и твердости, буквы, обозначающие звуки парные по мягкости и твердости и парные по звонкости, глухости. И только потом, не парные, в связи с этим представление понятия об орфограмме. Ну а после буквы, после буквы, и мне нравится больше после буквы, а не после буквы, период, но не важно. Здесь совершенствуются навыки чтения и совершенствуются графические и орфографические навыки учащихся. Что касается программы по русскому языку, систематический курс русского языка на датмэке начинается в первом классе. Здесь происходит обобщение и систематизация того, что изучалось на этапе обучения грамоте. Что касается программы второго класса. Сейчас, подождите, вот она. Понятно, что во втором классе начинается формирование орфографического действия. Но для того, чтобы сформировать орфографическое действие, нужно восстановить в памяти учащиеся способы звукового анализа, смыслово-различительную функцию звуков и форму различительную функцию звуков. И я уже говорила вам, обратите внимание на то, что в слове звуки могут меняться местами. И тогда возникает проблема, возникает задача выяснения, где же происходит чередование звуков. И возникает задача выделения в слове окончания и основы. Для того, чтобы отсечь окончание и мы работаем с основой. И вот здесь, вот здесь, понятие сильной и слабой позиции, основной закон русского письма, фонематический принцип письма. Смотрите, до понятия корня слова. Кто задавал вопрос? До понятия корня слова. Мы, не формируя понятия корня слова, а только наблюдая за непроизводной основой, мы формируем это понятие. Понятие о фонеме, но термин не вводим, как в звуках сильной и слабой позиции, и название фонемы дается по сильной позиции звука. И начинается формирование орфографического действия, постановка учебной, орфографические задачи. То есть письмо с пропусками орфограмм слабых позиций. Формируется орфографическая зодкость. Дальше. Основное правило русской орфографии, мы с вами говорили, чтобы проверить орфограмму, надо привести звук в сильные позиции, в той же части слова, в той же основе. Да, и только потом, когда этот способ не работает, возникает задача сформировать понятие о родственных словах и корня слова. Формируем понятие о корне слова, именно понятие о корне слова, не заменяя его словесной формировкой, из которого, как я привела пример, понятие не вводится, или которое не фиксирует понятие. Учимся проверять орфограмму слабых позиций в корне слова, и знакомимся с непроверяемыми орфограммами и решаем эти орфографические задачи с помощью орфографического словаря. И здесь я хотела бы здесь также провести параллель между нашей программой и программой моего учителя Владимира Владимировича Репкина. У нас немножко другая последовательность. Идеи те же, но последовательность другая. У Владимира Владимировича, как только дети научились ставить орфографические задачи, писать с пропусками, дальше они решают орфографические задачи с помощью орфографического словаря. Мы считаем, что слишком рано. Рано почему? Ребенок еще не умеет пользоваться хорошо книгой. Ему трудно найти будет нужное слово. Он реально не будет пользоваться словарем. А если реально будет пользоваться словарем, это растянется по времени, мы ничего не успеем. Это первое. Второе. Словарь, с нашей точки зрения, надо задавать тогда, когда все способы, изученные ранее, изменения слов однокоренными словами, не работают. Тогда возникает задача. Если сдавать раньше, задачи не возникает. Я не могу проверить, ну да вот у меня пропуск, орфографическая задача, как проверить? По книге, говорят дети. Ну можно, и тогда орфографические слова. Да, но есть же другие способы, способы более простые. И формировалось понятие на изменение слов. И дети уже интуитивно могут проверить. А мы им подсовываем орфографические слова. Мы считаем, задача возникнет не только тогда, когда вот не получается, не так, не так. Значит, что нужно делать? Как один ребенок на уроке сказал, да в книгу посмотри, есть же специальная книга, где ты ищешь учебники? Есть же специальная книга. А я забыл, как называется. Учитель говорит, слави называется, раздает им слави. Так, на вопросы отвечу письменно на своей страничке. Так, следующее. Третий класс. Ну, понятно, что в третьем классе завершается формирование орфографического действия. Формируется. Орфограммы-то могут быть не только в корне. Но и в других, и перед корнем, и за корнем. Значит, формироваются понятия о приставках и суффиксах, а затем уже решаются орфографические задачи. Здесь дети не учатся подбирать, как однокоренные, одноприставочные, односуффиксальные слова, как проверяли в корне слова. Здесь им дается группа слов, и им выбрать нужно, ну, потому что и вы сами с трудом подберете эти слова. Ведь не смогут это сделать. И ничего они не запоминают, проверочные слова. У них есть словарь. Вот вы ничего не показываете, не могу, чтобы не ответить на этот вопрос. Вы ничего не показываете, как в ваших учебниках водится корень. А как я покажу, когда у меня час времени? Рассмотрим учебники дальше. Следующий вебинар, пожалуйста, заказывайте. Вы проверяете гласные и согласные в приставках? Да, проверяем. Мы показываем, что правописание приставок, правописание суффиксов соответствует основному правилу. Письма пишется по основному закону письма. Дети ничего не запоминают. У них есть модели, у них есть схемы, у них есть таблица правописания приставок, таблица правописания суффиксов, и они пользуются этими таблицами, и мы делаем опору на непроизвольное запоминание. Дальше решаются орфографии. В основе решили все задачи, а в окончании тоже есть орфографические задачи. Как их нужно решать? Мы узнавали, что такое приставка, научились находить. Мы узнавали, что такое корень, какую работу выполняет суффикс. Окончание умеем находить, а какую работу выполняет окончание? Возникает потребность в этом. Задача, потребность. Оказалось, окончание является носителями грамматических значений. А что такое грамматическое значение? Какие это значения? Формируются понятия грамматических, общем грамматическом значении, частные грамматические значения, то есть лексико-грамматических классов слов. И тогда и вводится термин здесь существительный, прилагательный и глагол, поскольку мы рассмотрели грамматические значения этих слов. Проверяем окончание. Учимся проверять окончание. У существительных одна окончательными словами. Значит, словами с тем же набором окончания. То есть для того, чтобы проверить окончание «шел по тропинке», нужно привести слово в начальную форму «тропинка». Посмотреть, какие слова с окончанием «а» женского рода ударные. Да? Стена. «Шел по стене» лексическое значение нас не интересует. Сложности возникают с глаголом. У существительных набор окончания нужно, то есть склонения. У прилагательных вообще ничего не нужно подбирать, только с ударным окончанием, потому что прилагательное изменяется по всем грамматическим значениям. А у глаголов нужно определить лицо. А как определить лицо? Это проблема. Анализирует эти проблемы, выводит схему определения. То выясняется, что эта схема не является универсальным. Что есть исключение. Составляет конечную схему. С помощью схемы ориентируясь на нее. Схема лежит перед глазами ребенка. Ему нужны только шаги. Это фактически алгоритм, схема. Первое, что нужно поставить? Начальную форму. Посмотреть, на что заканчивается начальная форма. Наить или не наить. Если наить, да, то какое-то спряжение. Второе, если не наить. Первое и так далее. Так, и следующее. Понятно, что раз окончание, работа окончания, связывать слова, предложение, значит, какой раздел языка будет следующим изучаться? Естественно, предложение. И все теоретические понятия связаны с синтаксисом русского языка. С темой предложения и словосочетания. Понятно? Логично. Одно вытекает из другого. Ничего не сваливается детям на голову. Четвертый класс. Ну, я не буду предложения рассматривать подробно, что написано. Четвертый класс. Ну, а здесь уже система частей речи. Здесь подробно рассматривается, какие части речи существуют. Дифференциация служебной, самостоятельной части речи. И дальше рассматриваются служебные части речи предлоги, союзы, частицы, вводятся термины. Вот. Име существительное грамматическое значение, имме существительное, общее грамматическое значение. Обозначает предмет и частные грамматические значения. Род, число, поддержка, особенности. Точно так же имя прилагательное, числительное, глагол и наречие. С точки зрения общего грамматического значения и частных грамматических значений, мы отдельно будем проводить вебинар по частям речи. Формирование понятий, морфологических понятий. Есть в программе отдельным разделом выделено развитие речи учащихся. И в программе первого класса, и в программе второго класса, и в программе третьего класса. Я остановлюсь на буквально, что формируется понятие о тексте, типах текстов, особенностях текста, повествования, описания и рассуждения. В четвертом классе формируется понятие о стилях речи. Дети учатся анализировать тексты с точки зрения их стилей и принадлежности, их принадлежности к тому или иному типу. Дети учатся, ну, во-первых, формируются понятия о том или ином стиле речи. Дети сами выходят на эти понятия. Анализируют признаки текста, и все поставлено на сравнение. Вот, допустим, сравнение текста, написанного научным стилем речи и художественным стилем речи. Да, вот художественный стиль речи – это гроза, начало грозы. И что такое гроза из формулировка из учебника природоведения. Вот, таким образом, мы с вами очень быстро рассмотрели содержание программы для каждого класса развития речи. Второй класс, сейчас. Третий класс. Четвертый класс. Видите, четвертый класс. Формируемые учебные умения, навыки и способ действия. Понятно, что тип мышления теоретический, интеллектуальные умения формируются. Познавательные умения, организационные. Естественно, формируются действия контроля и оценки. Как это формируется, мы с вами рассмотрим на последующих вебинарах. Вы, пожалуйста, пишите темы вебинаров, которые для вас будут интересны и актуальны. Мы будем учитывать ваши пожелания. И на основе этой программы разработаны учебники, учебно-методические пособия, которые включены в комплект. Дальше у меня дается характеристика методических пособий, характеристика учебников, характеристика рабочих тетрадей, характеристика тетрадей для контроля и оценки, характеристика тетрадей по развитию речи, развиваем грамотную речь и характеристика методических пособий для учителя. Нужно сказать, что методические пособия для учителя очень и очень подробные. С целями, задачами, с видами работ приводятся отдельные фрагменты уроков. Особенно важны уроки, как я уже говорил, и вы сами это очень хорошо понимаете, уроки постановки задач. Вот фрагменты урока постановки задач, которые включают в себя создание ситуации успеха. Ну вот следующий вебинар будет посвящен именно урокам в системе развивающего обучения. Ну а сейчас я вам покажу учебники, странички по листа. Вот состав учебно-методического комплекта по обучению грамоте. Автор Ятинченко, Ариса Ивановна, и тетради по письму Агаркова Иннария Георгиевна. Букварь и очень подробное описание работы с букварем. Методическое пособие. Вот состав учебного методического комплекта для первого класса. Ломакович, Тинченко, авторы. Учебник, рабочие тетради, тетради контрольных работ, электронная форма учебников, электронное приложение к учебникам и методическое пособие к учебнику русского языка. Дальше второй класс, то же самое, только прибавляется учебное пособие, развиваем грамотную речь и контрольно-диагностические работы по русскому языку. В первом классе такие пособия, ну с нашей точки зрения, не нужны. Я забыла сказать, что в первом классе готовится к печати рабочая тетрадь, где дети будут вырезать, клеить и так далее. Но это все будет написано в методическом обращении, или, скажем, в обращении к родителям и к учителям. Дальше четвертый, третий класс, третий класс, вот, ну точно такой же состав. И четвертый класс, вы видите, полный комплект. Ничем дополнять комплект не надо. Вот, бывая в школе, я вижу, что некоторое время истекло. Все, коллеги, некоторые учителя дополняют своими упражнениями. Это делать не нужно. Коллеги, остальное, что мы не успели сделать, вы прочтете. Спасибо вам за внимание, мне уже пишут, время истекло, начинается следующий вебинар. Спасибо вам за внимание. До встречи на следующем вебинаре, который состоится 28 сентября. И посвященный будет урокам в системе развивающего обучения. Всего доброго.